Роман Либерт Словно обмундирование и за 54 секунды мне удалось это все на себя водрузить. Пахнет. Боевая. Боевая, да. И как сказал Роман, пропитка есть здесь специальная противопожарная. Так что если в случае чего, позвоните в студию 261-62-63, приедут вас потушить. Роман, средства индивидуальной защиты. Давайте расскажем телезрителям на примере вот этого дыхательного аппарата. Да, дыхательный аппарат на сжатом воздухе. Да, работает на сжатом воздухе. Как многие думают на кислороде, нет, неправильно. Это дыхательный аппарат на сжатом воздухе. На сжатом кислороде это другой тип аппарата. 7-литровый баллон, давление 300 атмосфер, защитного времени, по заявленным характеристикам завода, до часа. На практике минут 40. Приблизительно хватает для работы в задымленной зоне. Это вот когда приезжает наряд и если... Расчет пожарный. Расчет пожарный. Если сильное задымление, то... Да, в обязательном порядке. Все пожарные включаются, допущенные установленным порядком к использованию средств индивидуальной защиты, включаются в аппарат и идут в задымленную зону. Так называемое звено ГДЗС. Звено газодымозащитной службы. Так, и начинаем надевать смазки его, да? Да, ну сначала надевайте маску на шею. Здесь специальный ремешок есть. Да. Нет, 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 на голову пока не будем. Давайте сначала наденем аппарат. Будем делать все последнее. Перед каждым включением в аппарат делается специальная проверка. Да, проверка, которая там на месте. Это рабочая, да, проверка так называемая. Перед включением, непосредственно перед входом в задымленную зону, аппарат нужно полностью проверить. Его работоспособность, герметичность. Где-то прицеплялки-то. Да, сзади вот еще одна ремешка у нас. Сейчас мы их прицепим. Так, мы приехали, увидели, что сильное задымление, проверили аппарат в срочном порядке и его, значит, с помощью... Теперь подключаем к аппарату, к маске, подключаем легочный автомат, который регулирует подачу воздуха, да? Так, а можно там подвернуть, да? Нет, пока мы не открываем. Теперь, ну, чтобы проверить герметичность, прикладываем к лицу, да, делаем небольшой вдох, маска прилипла, все, маска герметична. Дальше одеваем ее на голову, открываем вентиль баллона. Открываем вентиль баллона, все, задышим. Вот видите, да, когда маску оттягиваешь немножко, идет дополнительная подача воздуха, которая не дает проникнуть дыму у нас под маску, даже если она будет немного негерметична. При работе в задымленной зоне случится может всякое, что-то выйти из строя. Идет дополнительная подача воздуха, все. Дальше. Вот так вот даже пере... Но мы должны еще перед тем, как включиться, обязательно отключить аппарат, отключить аппарат и проверить срабатывание звукового сигнала на аппарате. Система именно данного аппарата такая, что если резко спустить вот, вот, слышите, сработал сигнал, да? Если у нас давление падает до красной зоны на манометре, у нас начинает срабатывать сигнал звуковой, который предупреждает, что пора покидать задымленную зону, и воздуха осталось совсем у нас немного. Дальше снова открываем вентиль баллона, подключаем легочный аппарат, автомат к маске, все. Делаем вдох, все, пошел вдох. И каска обязательно. Ну и само собой каска, да, сверху еще подкастник должен быть. Так вот, все это выглядит. А, или, ну, да. Расстегнуть. Да. И уха, уха, уха. Так, и я хочу сказать, что в этом аппарате, начальник, вот, если вы выезжаете, еще умудряетесь как-то по рации говорить. Да, конечно, ради обмена-то обязательно. Без него никак. То есть я чувствую себя просто Дарт Вейдером. Спасибо большое, Роман. Экипировались. И... Куда отправиться в этом, как ненатушение интересного пожара, интересно, что же будет дальше, студия. Я вообще слышу, что ты говоришь. Вам слава. Я слышу, хорошо. 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 Продолжение следует...